Субтитры создавал DimaTorzok Елка – символ Нового года во многих странах мира. Так получилось, что все эти люди с разными лицами, прическами, темпераментом и традициями оказались в России, в Калуге, вокруг одной елки. Причина у каждого своя, но желание учиться одно. И если загадать его подбой курантов в новогоднюю ночь, то оно обязательно сбудется. В нашей стране в это верят. Я хочу заниматься фармацевтикой, делать медикаменты. И я счастлива быть в России. Я учусь на медицинской факультете. Сейчас это мой первый курс. Меня зовут Рами. Я из Сирии. Я приехал сюда, потому что мои родители учились здесь. И теперь это как моя вторая родная страна. Я из Йемен. Но я, последние люди, я делаю в Египте, чтобы хорошее образование получили. Я учусь на инженера информационной технологии в Калтексе. Желание зарубежных студентов получать качественное, доступное образование уже много лет исполняет Университет Циолковского. С КГУ сотрудничают 36 стран. На преподавателей возложена почетная миссия – развивать дружбу народов. Они прибывают сюда на годичное обучение русскому как иностранному. И в рамках этого обучения они учатся не только обучению на русском языке, но и русской культуре, традициям. Поэтому такие праздники происходят в завидной периодичности. Раз, два, три. Город, 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 Город! В России очень хорошие традиции. Нам рассказали, как отмечают праздники, как отмечают Новый год, как зовут Деда Мороза. В России танцуют, поют песни, читают стихи. Вокруг елки обычно дети. Иностранным студентам предлагают сделать то же самое. Наверное, потому, что все в России они постигают с любознательностью ребенка. Скажите, почему вы выбрали эту песню «Русский парень»? Чем она вам нравится? Потому, что это очень лучшая песня в России. Мне нравится «Русский парень», мне нравится «Армия» в России. Знакомство с Россией и процесс адаптации иностранца в университете, как правило, начинается с обучения на подготовительном отделении Департамента международной деятельности. Специалисты не только обучают студентов, но и посещают с ними музеи, организуют досуг. Называем их детьми, потому что они находятся вдали от своего дома, вдали от родителей, которые контролировали их жизнь все эти годы. Поэтому они дети. И для нас это, конечно, приятно. Они нас считают своими родителями. И называют нас мама, тетя, папа и, конечно, преподаватель. В прошлом году, когда наступала весна и становилось тепло, они прислали нам сообщение подобного содержания. «Преподаватель, здравствуйте! На улице стало тепло. Можно я одену шортики?» Это было самое забавное, потому что мы, естественно, когда они приезжают, особенно из теплых стран, мы говорим о том, что в России четыре времени года. И нужна как одежда для лета, так и одежда для зимы и осени. Соответственно, им приходится учиться носить носки, колготки, теплые брюки, свитера, которых в их странах очень часто нет. Раз, семь! Когда я был на бадартовиду на факультете, я танцевал один раз, потом группу, которая называется Viva Dance, назвал меня. А сейчас я танцую. Там русский танц. С этим танцем иностранные студенты выступали в корпусе на Воскресенке, где размещается Институт филологии и масс-медиа. Туда их частенько приглашают на различные фестивали, которые специально устраиваются для взаимопроникновения культур на территории университета. Конечно, Новый год – это праздник, который дарит чудеса. И мы надеемся, что наше чудо главное связано с тем, что мы пытаемся расширить границы наших представлений о мире, праздниках, каких-то традициях. Мы такую географию видим не только в России, как отмечается Новый год, но и в странах Ближнего Востока, в странах Африки, в Китае. Это традиционно наша зона пристального внимания и взаимодействия. Музыка Хотим показать нашим иностранным учащимся, как у нас отмечаются различные праздники. Для этого у нас подготовлены специальные конкурсы, такие традиционные, русские, знаете, там со стульчиками, когда надо успеть сесть на нужный стул и прочее. Музыка Кроме того, у нас такое объединяющее мероприятие, поскольку будут студенты представлять разных стран традиции отмечания праздников в своих культурах. Мы уже узнали много интересного по поводу, например, отмечания Нового года, что в некоторых странах, особенно в странах арабских, у них совсем другой календарь. Новый год отмечается не так, как у нас в другое время и не так роскошно, как, наверное, в России. Я люблю население, пейзажи, природу, Москву, Красную площадь, Кремль. Сегодня я хотел говорить о Новом году в Сирии, о том, как мы празднуем. Блюдо у нас есть в шакре, это рис с курицей, и у нас есть табуле, это салат, и фатушь тоже салат. И наш символ, это елка тоже. Мы занимаемся с иностранцами дополнительно, и, в общем-то, некоторые ребята нам говорили, что для них большое удивление, что мы, например, загадываем желание под бой курантов. Они этого не делают. Они не бросают, допустим, бумажку с желанием, бокал с шампанским или соком. Многие вообще не пьют алкогольные напитки, что тоже для нас было таким приятным удивлением. А в общежитии иностранцы готовятся к Новому году, как в большой семье. Выбирают общее блюдо, которое подойдет всем вне зависимости от страны, традиций и вероисповедания. В день нашего приезда на стол подали курицу собственного приготовления. За неторопливой трапезой обсуждали новогодние и рождественские блюда разных народов, их насыщенную палитру вкусов. Были и те, кто вспомнил свой самый счастливый праздник на родине. Самый лучший Новый год, это было в 2017 году. Это было очень круто, да. Я был, вы знаете, я пять лет назад не был дома. Вот. В этом году, в 2017 году мы были вместе с семьями, да, отмечали, кушали, вместе танцевали. Вот это было самое лучшее Новый год. Мой ездить, потом вот приехал в Россию. Уже пять лет не был дома. А почему вы не ездите домой на канникулы? Ну, была проблема этот аэропорт. Да, в моей стране была революция. Аэропорт закрыт, поэтому мы не смогли пойти в мою страну, приезжать в мою страну. И когда вы планируете все-таки съездить, когда будет возможность? В этом году я могу пойти. В этом году. А почему? Что случилось? Что изменилось? В прошлом году я открыл аэропорт. В этом году я могу до счастья. Большинство иностранных студентов проводят новогодние каникулы в Калуге. На родину многим ехать далеко и недешево. Поэтому с первых дней праздника пытаются украсить общежитие, создать уют и атмосферу праздника, похожую на ту, которая была у них дома. Многие самостоятельно это делают впервые. Да, это очень трудно. Я это делаю первый раз. У меня нет навыка это вешать. Дома этим занимались родители. Я делаю это впервые. Я видел только, как мама и сестра наряжали. Но это мне нравится – ощутить атмосферу праздника. Это всегда хорошо. В канун Нового года Стефан пытается связаться с мамой по скайпу. Он не был на родине в Кот-де-Вуаре уже 4 года. Но времени ехать туда на праздник у него нет. Эти драгоценные дни Стефан посвятит подготовке к сессии. Поэтому еще один год встретит с родными по видеосвязи. Расскажи, у вас хорошо прошел праздник в семье? Да, очень хорошо все прошло. Так как ты уже большой, у тебя подарка не будет. Только маленьким детям. Да, Мадра, ты мне доставила этим большое удовольствие. Но это не заменяет подарков. После Нового года экзамены, которым Стефан готовится уже сейчас. Чувствует, что не все пойдет гладко. Прилежанием в постижении серьезных наук этот студент не отличается. Хотя к некоторым профильным дисциплинам имеет большой талант. Теперь задача – воспитать в себе трудолюбие. На самом деле это очень серьезная тема. Это как челлендж для меня. Надо всегда на позитиве подумать. И я так считаю. Будет сложно, конечно. Вот есть, которые уже сказали, что нет, нельзя, невозможно. Но если у меня занятие, которое я должен выполнять, посмотрим, как будет. Все возможно на самом деле. Если ничего не возможно, мы больше не жили.